Девушки отдыхают Да, да, я пишу, конечно Как вы говорите, называется акция? Мистер Тряпка? А, я понял Это новая линия чудо-тряпок для удаления пыли Хорошо Но это ведь, я понимаю, так рекламный ролик? А это ведь в переходе Секунду А бог с ним, я буду мистером Тряпкой Скажите, мне очень неудобно Ну, что там у вас относительно денег? Это в час В день Ну, это хотя бы в долларах Отставить Ты что меня позоришь? Отец Это хорошая работа Там нужны актерские навыки Я буду нести людям радость Нести и раздавать в переходе Рекламные бумажки Не бумажки, а тряпки Ах, ну тогда это совсем другое дело Тряпки, это не каждому доверят Мой неймис Тряпка Мистер Тряпка Ты прекрати, пожалуйста, немедленно Если тебе не сложно Но спать будешь теперь в прихожей И я б тебя ноги буду вытирать Отец Твой сарказм неуместен Я актер Мне нужны подмостки Подгузник Тебе нужен Размазня и тряпка Ты долго еще собираешься У жены на шее сидеть Так я же пытаюсь как раз Ну, слезть в смысле Не надо пытаться Надо делать Вот тебе адрес Съешь Да не сейчас Когда запомнишь Изольда Львовна Тихо Кто это такая? Понятия не имею Но Семибрюхов очень ее хвалил Говорил, что Если нужна хорошая работа То только к Изольде Львовне Семибрюхову можно доверять Ну, рекомендация высший класс Семибрюхов Безработный с двадцатилетним стажем Семья из провинциального местечка Отримала раптово телеграмму Не сказано, что дит их занедужа Что, небы, он в стопки и хорит дужа Лишает ему спадщину квартиру О Киеве в престижном районе Тож, тато, мама, Юлька и Віталій До Киева негайно вилетають Что с ними будет дальше? Что с ними будет дальше? Тато, мама, Юлька и Віталій Тепер у них життя, як у бразильським сериале Тато, мама, Юлька и Віталій Да-да Добрый день Мне нужна Изольда Львовна Всем нужна Изольда Львовна Кто у вас? У меня я Евгений Шевченко Федорович А возраст? Тридцать Кажется, девять Пол? В каком? Мужской Хорошо, для вас есть работа Будете участвовать в рекламной акции На телевидении В переходе Будете раздавать прохожим? Нет! Это, видите ли, совсем не то Это не то, это совершенно не то Знаете ли, молодой человек У меня таких, как вы А мне рекомендовали вас Кто? Кто? Волобуев То есть, этот Семибрюхов Боже мой Семибрюха Степан Степанович Двадцать лет знакомый Ну, что же вы сразу не сказали, Женечка Присаживайтесь Ну, тогда Прочтите мне что-нибудь Из классики Быть или не быть Вот в чем вопрос Что? Благородней духом Покоряться Страстным и ствером Яростной судьбой Или ополчаясь на море смут Сразить их единоборством Умереть Уснуть И видеть сны Быть может Какие сны Приснется Смертным Какая прелесть Этот Ричард Третий Гамлет это, в принципе Ну, какая разница Шекспир А вы, Женечка Вы настоящий артист Я займусь вами, Женя Дайте мне свою визитку Я все напишу Телефон Адрес Фамилия моя Хорошо И как проехать На всякий случай Знаете, мало ли что бывает Ну, правильно А вдруг Я пошел Я займусь вами, Женечка До свидания До свидания До свидания Алло Театр У телефона Изольда Львовна У вашего Бурдюкова Челюстная грыжа Даю вам срочную замену Откуда я знаю, что у вас проблемы Голубчик мой Если я куда-нибудь звоню Там обязательно появляются проблемы Мама Папе дали роль клоуна Какого клоуна? Ну, какого-какого Смешного Наверное, в Макдональдсе Ужас Он же всегда мечтал о Шекспире У него же прекрасно получился Ричард Третий Такой Такой слабый Безвольный Безхарактерный Мне дали новую роль Да, Виталик сказал Да ничего Все образуется Да, образуется Где образуется Я так рада за тебя Ты же был самым лучшим на курсе Ты же Ты же подавал такие надежды А теперь ты будешь играть Какого-то Шута Какого-то шута В каком-то В королеве Ну, какая разница Клоун-шут Главное, чтобы было смешно Мама Ну, ну, чего ты так переживаешь Это же просто свидание в ресторане Ты представляешь Папе Дали роль Смешную Минутку Ты уже ходишь по ресторанам с мальчиками? Не рано ли? Я уже взрослая И потом Кирилл не мальчик У него свое дело В прокуратуре Ну, пускай девочка сходит Она же у нас умница Но только Никакого шампанского Бери пример с меня Ты помнишь, чтобы я когда-нибудь Возвращался из ресторана пьяным? Пап Я вообще не помню, чтобы ты Из ресторана возвращался Тем более Бери пример с меня Не ходи туда, дяденька Там нечистая сила О, страсти, страсти Чего, чего? Злой дух Злой дух Он говорит Что его зовут Бедный дом Эта холодная ночь Превратит нас всех в шутов Из сумасшедших Вы себя нормально чувствуете? Эй Может вам холодный душ принять? Не та Сегодня ночь Чтобы купаться Боже мой Вызывайте скорую Ваш папа совсем с катушек слетел Меня дяденькой назвал А ночь с днем перепутал Ой Ну теперь все понятно Здравствуй Белочка пушистая Не говорите ерунды Папа вообще не пьет Милая Вообще он может и не пьет А вот конкретно Скажите дяденька Какое звание носит полуомный Дворянин Или простолюдин Юлечка А что ты там делаешь? Я тебе говорил не пить шампанское Папа я не пила шампанское Вообще не сходи с ума О Папа Полуомный Это такой простолюдин У которого сын Дворянин Федор Петрович Пора скорую вызывать Подождите Сударыня А часом вы не годырили Меня Марго зовут Разве трудно запомнить Я пошла за скорой Не нужно Но это же белая горячка Натуральная Это не горячка Это хуже Шизофрения Еще хуже Перевод Пастернака А это опасно? Очень Это может привести к энтропии Культуры Константная экзибиция Тенденция секулярных Новаторов Федор Петрович Будьте осторожны И ты будь осторожна Марго Дай-ка сюда бутылочку Я вчера в ней Яды смешивал Мы перепутаем Вилочку в левой руке А ножик в правой И отрезаем Маленькие кусочки И всегда пользуйся Салфеткой Никогда Вот так вот не делай Марго Простите Ради бога Вы не могли бы Побыть моим Спарринг-партнером Вашим партнером? Да еще и спарринг С удовольствием У него уже есть Спарринг-партнер И это я Давай текст Виталий ко мне Сюда Читай Вот отсюда Я на работу Если ты будешь врать Я тебя выпарю Как странно Что между тобой И дочерьми А выпарю Это типа побью, да? Да Как странно И что, тебя на сцене Тоже будут бить Как клоуна в цирке? Ну а как Как странно Ну тогда ты им тоже По башке Как странно Как странно Где странно? Что? Где там про башку? Юль Почитай, пожалуйста Вот отсюда Виталик Как больно бьется сердце Тише, тише Юля, что такое? Сердечко у тебя бьется? А, ты читаешь Я подумал Юля Ну скажи Ты точно не пила вчера Шампанское? Папа Еще одно слово И я пойду и напьюсь Специально Только никакого шампанского Ну это еще что? В будущем тебе предстоит Столько огорчения от дочерей Что в год и не сочтешь Меня задушит этот приступ Боли Тоска моя Не мучь меня Отхлынь Не подступай С такой силой К сердцу Где дочь, ты говоришь? В ресторан отправилась Отец, ты знаешь текст? Ты спасешь меня Мне очень нужно выучить эту роль Нет Аморальная пьеса Дети выживают из дома престарелого отца Это же Шекспир Да хоть Борис Акунин Пьеса вредная Аналоги опасные И вообще играть мне запрещают Да это Как же Это возмутительно Вот это ты сейчас вроде выругался Нет, это я не выругался А вот сейчас Я выруговаюсь Оставь меня Ты маразматик старый Я сам буду Жить как хочу Играть что хочу Все Я в театр Там нужен шут А из мальчика Пожалуй может выйти толк Юлька А у тебя один глаз отклеился Отстань Я тут где-то читал Что ведро шампанского Убивает ложки Так что ты там не увлекайся И запомни Юля Пьянстве Главное знать свою норму Ну что вы все ко мне привязались Со своим пьянством Я же вообще не пью Ну если б ты еще и пела Я бы никто слова не сказал Я не понимаю Почему мы не пошли смотреть на папу клоуна Не клоуна, а шут Потому что он запретил Кто клоун? Шут То есть клоун То есть папа Потому что он позвонил и сказал Что у него плохие предчувствия Из-за деда он не успел выучить роль И А кстати Где дед, а? Ну только Юлька поскакала на свидание Идем Следом Следом? Ну да Слушай, а когда он уходил Он ничего не говорил? Что-то про психотропные вещества О боже Неужели он решил устроить Юлькиному кавалеру проверку В этих, как он говорит В условиях отдаленных от мирных Приближенных к боевым Да Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- У меня что-то кажется, что у Юльки большие проблемы. Дурак! Идиот! Кретин! Юля, перестань. Он все-таки пожилой человек. Кто пожилой человек? Ну, твой дед. Да при чем тут твой дед? Я про Кирилла. Он наливает шампанское. Я говорю, спасибо, мне нельзя. Так знаете, что он сказал? Может, это водочки? Заткнись. Он говорит, нельзя? Ты что, беременна? Юлька, ты беременна? Нет, придурок. Ну, а ты что? Нет, придурок. Да понял, я понял. Незачем повторять мне два раза. В общем, этот придурок обиделся, и мы расстались. И что я нашла в этом слюнтяе? Даже хорошо, что я его так сразу раскусила. А то, представляете, как бы я мучилась. Слушай, так что деда на твоем свидании не было? Нет. Значит, большие проблемы у папы. Никому! Женя? Женя? Никому отчета не давать. Себе лишь самому служить и угождать для власти, для ливрея не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеек. А где этот старый старик? Пойду ему на мылю шею. Что стряслось? Моя карьера разрушена, разломана, убита. А виноват кто? Он! Он поломал мне жизнь! Пойду ему за это руку поломаю. Боже мой! Жи пьяна, Шевченко! Я пьян. Я пью, зато я не курю. Так как тебе не стыдно? Ты же Юльке наказывал не пить. И сам же гордился тем, что не напиваешься. Моя Юля напилась? Моя Юля запасняет. Ой, я причёрняю. Моя Юля запасняет. Умереть, уснуть И видеть сны, быть может Как ты себя чувствуешь, дорогой? Слова парят А чувства книзу гнут Да? Евгения Федоровича? Нет, боюсь, он не может подойти Что ему передать? Хорошо Звонили из театра, просили перезвонить Зачем? Хотят в лицо сказать То, что не в силах через даму передать Да, здравствуйте Мистер Тряпка? Да, что ты говорил, но в переходе Он работать не может Не в переходе Сколько, сколько В день? Ах, хорошо, я передам Какой банальный жизненный сюжет Теперь и в переход мне ходу нет Здравствуйте Срочно рекламное агентство? Нет, срочно он подойти не может Да, диктуйте, я записываю До блеска вымыть посуду Так, очистить полы от жирных пятен А, унитаз должен блестеть Да, я думаю, ему это вполне подойдет Тут к папе пришел его театральный агент У тебя есть агент? У меня есть агент Отдыхаем Понимаю, понимаю Богэма Вот что бы вы, Женечка, делали без своего импрессарио? Читаю Скандал в драматическом театре Вчера во время премьеры Неизвестный связал в гримёрке Исполнителя главной роли Актера Коломийца Вышел на сцену в костюме короля Лира И понес от себя тину Труппа и служба охраны Оказались парализованы Этой неожиданной выходкой Единственным Кто сохранил присутствие духа Был начинающий актер Евгений Шевченко Именно его усилиями Акт был доигран до конца А спектакль спасен Шевченко предложил Новое прочтение роли Шута Шута раздраженного Гневного, яростного Публика рукоплескала Шевченко Рукоплескала Я думал, они издевают Мой герой Голубки Оставляю вас в объятиях А сама бегу делать вам карьеру Без меня, Женечка, ничего не предпринимать Ни на что не соглашаться Надуют Несмотря на все просьбы восторженных зрителей Скромный герой вечера Отказался выйти на сцену на бис Ну конечно, я же убежал сразу Неизвестному удалось скрыться в антракте Не в антракте, а в буфете Пап, как ты мог, я-то думал Я сам до вчерашнего утра думал, что ты мистер Тряпка А ты, оказывается, ого-го-го Тебя просто нужно довести до правильного градуса Папа Без папы ты бы еще сто лет шутом был А так, а? Сколько предложений, а? Кстати, а ты что выбрал? Рекламу пива или сразу презервативы? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова